Так, что правительству делать? Потому что эти беженцы придут из Пеларуси просто. Суть такая, что эти беженцы не к нам идут. Они идут в Германию, они идут в Бельгию, точно не в Эстонию идут. Так, наш народ такой, мы можем спокойно их провожать. Но наше государство подписало такие иностранные контракты, что если этот беженец пришел возле забора, они сейчас строят какой-то забор, но логика такая, если он попросится, что он беженец, они должны будут поднять этот забор, его покормить, этим заниматься. А пусть они думают, пусть где-то, они сейчас ищут старые заброшенные здания, якобы тут они живут, пусть едет к Лукашеньке разговаривать с ним. Мы не должны, мы их на это и выбирали, чтобы они решали наши проблемы. Сейчас они проблем дров нарубили, пусть они сейчас это и решают. А народ в каждой деревне будет против. И с пограничниками они сейчас живут, они живут сейчас реально в кабинетах пограничников. Но сейчас пограничники работают на расстоянии. И еще другое, они никто границу не охраняет. За 15, с 2004 года даже забор не построили. Там где журналисты едут, снимают они там, вот там забор есть. А там все местные знают, и эти беженцы они никуда не бегают. Они пешком приходят и они идут в самый ближайший поселок или дом и просят местных людей вызвать полицию. Ну такси, можно так сказать. Батеринство. Продолжение следует...